Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Жители области приглашают активно подключиться к системе общественного контроля за состоянием и ремонтом дорог. На сайте Новгородавтодора появилась специальная ссылка «Дороги общественный контроль». Это интернет-приемная, куда могут обращаться жители области с любыми вопросами, касающимися ремонта дорог. Можно указать проблемные места, узнать сроки проведения ремонтов и сообщить о том, что работы идут с нарушениями, если такой факт имеет место. Разработана вот такая вот азбука основ дорожных работ, где в доступной форме для любой категории граждан описывается, что из себя представляет текущий ремонт капитальный, что такое строительство, и что категорически нельзя делать во время проведения такого вида работ. Здесь достаточно четко и ясно написано, как проводится ямочный ремонт, без чего нельзя его подготовить, что нельзя проводить работы в ночное время. В случае, если подрядчик ремонтирует автомагистрали, не соблюдая технологию, специалисты Новгородавтодора отреагируют незамедлительно. На остальные обращения ответ дадут в течение трех суток. А для тех, кому удобнее общаться не по интернету, а по телефону, работает горячая линия. На сайте городской администрации продолжаются онлайн-выборы скверов и парков для благоустройства в этом году. С подавляющим преимуществом в голосовании лидируют пустырь у пруда в микрорайоне Луговой и бульвар Юности. Третье место занимает пойма реки Веряжа. Городские власти уже представили дизайн-проекты некоторых территорий. Так, на сквере «Минутка» будет разбита клумба в виде часов. В зеленой зоне на пересечении улиц Кочетовой и Свободы предлагают установить буквы «Свобода». В парке у Веряжки продуманы зоны спокойного отдыха, детских и спортивных площадок, барбекю и выгула животных. В парке у бульвара Юности предлагают разместить детские площадки, скейт и байк-парки. На апрель в Великом Новгороде запланированы пять субботников, сообщают городские власти. Они состоятся с 7, 8, 13, 28 и 29 апреля. Предприятиям, общественным организациям, учреждениям и воинским частям рекомендуют привести в порядок свои территории за счет собственных средств. На весеннюю уборку выйдут также сотрудники мэрии и муниципальных учреждений. Бесплатный прием мусора на полигон твердых бытовых отходов в Малой Вишере до 2000 кубометров будет организован компания «Экосервис». Администрация Великого Новгорода призывает всех горожан организовать субботники во дворах, на пришкольных территориях, в скверах больниц. В новой школе в микрорайоне Ивушки начались родительские собрания. Мамам и папам первоклашек рассказывают о программе обучения, учебниках, режиме сна и отдыха. Помимо уроков, присмотр и уход за детьми будет организован с 8 утра и до 6 вечера. Эта услуга платная и необязательная. Кроме того, она может быть востребована далеко не среди всех первоклашек. Учиться они будут 5 дней в неделю, суббота и воскресенье тоже рабочие для школы дни, но предназначены для дополнительных занятий, кружков и секций. Их на выбор обещают немало. Еще одна особенность школы – система аттестации. Выставлять оценки детям будут не 4 раза в год, а 3. Каникулы не по окончании, а в середине каждого триместра. Суть такого подхода следующая. Надо, чтобы дети отдохнули спокойно, без выставления этих оценок. Не понравится нам такой вариант, мы вправе через год его сделать по четвертям. Но вот моя точка зрения, вместо 4 раз оценивания ребенка в год хватит как минимум 3. Ну, 2 маловато. Напомним, последние собрания для родителей первоклашек пройдут на следующей неделе 10 и 11 апреля. Сегодня в поселке Демянск пройдут памятные мероприятия, посвященные подвигу знаменитого летчика-истребителя Алексея Моресьева. На специальной пресс-конференции поисковики озвучат найденную архивную информацию о воздушном бое 5 апреля 1942 года. Предполагается, что в мероприятиях примут участие сын героя Виктор Моресьев, а также родственники еще двух летчиков, героев Советского Союза, тоже совершивших свои подвиги и погибших в небе над Демянском, Андрея Дегтяренко и Василия Романенко. На поиски самолета Моресьева в разное время отправлялись несколько экспедиций, но точное место падения самолета Як-1 установлено и подтверждено документами только недавно. Стоит отметить, что его не знал даже сам Алексей Петрович. Добавим, что именно сегодня состоится торжественное открытие всероссийской акции «Вахта памяти» 2017 года. На этом у меня все. О сегодняшней погоде вам расскажет Кристина Жеребора. Я с вами прощаюсь. Желаю легкого начала дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok